Максим, мне кажется, это поклёвка. Какая, 38-я? Ой-ой-ой. Хо-хо-хо-хо! Друзья, всем привет! С вами команда Fun Fishing Team, и мы снова приехали на новый водоем для нас. Будет очень интересно. У нас впереди двое суток рыбалки. Водоем, соответственно, платный, но ранее мы здесь не бывали. Сейчас мы уже разложили лагерь, как вы видите, за моей спиной стоит шелтер. Сейчас мы еще чуть-чуть промаркерим. У нас будет два поста. Между ними порядка 300 метров. Эфирический ветер и дождь, который обещают по прогнозу погоды. Будет интересно, друзья. Погнали! Итак, как говорил ранее Данила, мы находимся на новом для нас водоеме. Водоем этот платник. Сейчас мы уже отмаркерили два места, которые мы планируем обловить. Места располагаются примерно в 270 метрах друг от друга. Тем самым мы хотим именно обловить зоны такие локальные. То есть это дамба. И одна часть у нас водоема, это как раз проход от дамбы. Когда мы аркерили, нашли там два русла. Водоем очень глубокий. Рельеф такой достаточно интересный. Вот глубины, которые мы нашли на дистанциях, которые мы маркерили, это 10,5 метров максимально. Что дальше мы пока не знаем. Возможно, мы еще отойдем чуть правее и попробуем. Значит, точки распределили мы следующим образом. Одна точка у нас находится как раз достаточно правее дамбы и находится между двух русел. Одно русло очень ярко выраженное. Оно достаточно широкое, с глубиной как раз от 10 и с подъемом на 5,5 метров. 5,5 метров примерно участок составляет по своей ширине 10 метров. И опять идет свал во второе, ближнее русло, где глубина составляет 7,5 метров. Мы решили расположить свои отснастки и кормовое пятно именно на 5,5 метрах. Это небольшой такой пупочек мы его назовем. Будем стараться обловить его. Попробуем также и половить в русле. А вторая точка у нас, это такая она, назовем ее, преддамбовая, где при маркерении мы обнаружили достаточно ровный участок, плата с глубиной 3,5-3 метра. Тоса какая-то меня хочет укусить. И от этого платы идет такой небольшой свал, правую часть, где глубины уже чуть больше, 4,5-5 метров. Здесь мы решили остановиться именно на более мелководном участке. Среднюю глубину мы выбрали для ловли 3-3 метра. Будем пробовать его облавливать. Уже видели неоднократные выходы рыбы именно в этой зоне. Пока ставили лагерь, разбирали удилища, готовили логистику сектора. Так что будем пробовать, друзья, ловить. Погодка такая, немножко хмурная. И вот, к сожалению, жаль, что ветер поддувает именно с дамбы в противоположную сторону. Но мы не унываем. Я думаю, что у нас все получится. Свою рыбу мы обязательно поймаем. Так как по информации ее здесь в достаточно приличном количестве. Будем ловить, стараться. А что из этого выйдет, увидите. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро, друзья. У нас 6 часов утра. И мы за ночь не получили с Максом ни одной поклевки. Всю ночь шел ливень. Была невероятная гроза. Сверкала так, что нам пришлось сложить даже споды, которые закреплены к шатру нашему. Потому что такое мы видели только в мае или летом в начале. Просто гроза фантастическая. Учитывая то, что у нас сегодня 24 сентября. Это какая-то фантастика. Поклевок нет. Ни пика, ничего. То есть мы хорошо покормили перед ночью. Положили аккуратненько удилища. И ничего нет. Странно даже. Посмотрим, что сейчас будем делать. Как работать. Но тем не менее. Странная тишина. Из интересного это то, что на улице довольно холодно. Как вы можете слышать, ветер дует изрядно. Причем отдам бы все это время со вчерашнего уже дня. У нас впереди еще целый световой день. Ночь. А потом еще и утро. Я думаю, мы только в воскресенье в обед уедем. Сегодня, как я сказал ранее, 6 часов утра с субботы. Посмотрим, что из этого выйдет. Работаем. Мы сейчас увидели выходы рыбы. Они находятся левее от нашего правого поста. На Брежнике. И мы там не ловим. Мы сейчас думаем, чтобы туда пульнуть. Как мы обычно делаем. На всплеск по тактике. Оснастку уже связали стики. Сейчас я вам его покажу. Где тут у меня коробочка. Сейчас посмотрим, друзья. Вот такие стики. В них пелец Ориджинс. Очень мощная штука. Причем это не обычный пелец, а софт-тач наш любимый. Вот в таких вот упаковочках, друзья. Очень крутая штука. Аттрактивный, ароматный и ядреный. Сейчас мы этим оснастим наш поводочек. И закинем на всплеск левее от правого поста. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и работаем. Что мы сейчас часов 8 будем уже кормить. Нам надо раскормить наши точки лова максимально. И посмотрим, что из этого будет. Обязательно вам расскажем. Вот как-то так, друзья. Как, Максим, дела сняли? Да. Что там? Блин, рыб какая сильная здесь, а? Их и сильная рыба, а. Нравится вам рыбку здесь ловить, да? Кайф. Кайф, друзья, кайф. Кайф, аккуратненько. Как она идет, режет, а? У нас первая рыбка на новом для нас водоеме. Так скажем, такой небольшой разведчик. Удивительно, даже рыба вообще не битая. Никаких проколов, ничего нет. Чистенькая, аккуратненькая. Сейчас будем пробовать поймать рыбу покрупнее. Выходов очень много на водоеме. Но не знаю, что получится, потому что погода уже достаточно холодная. Буквально сейчас назад закончился проливной дождь. Что интересно, грозы были, как в мае. Было очень круто и красиво ночью. Сейчас отпустим этого малыша обратно. К себе, в стихию. Друзья, у нас вторая поклевка. Наверное, в течение 40 минут. Вываживаем рыбку. Что-то некрупное тоже. Такой бойкий какой-то малыш. Вываживаем рыбу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, в этот раз у нас поклевочка произошла на Fun Fishing Origins с монстр крабом и тюной вверх. Это оранжево-красный вот такой. На самом деле, это уже вторая или третья поклевочка на данную комбинацию. Ну а все остальное мы поймали на Эликсир Фрут, наш любимый от Fun Fishing. Тот самый человечек, который любит вся Россия, снова работает на новом водоеме. Продолжаем ловить, отпускаем нашего малыша и двигаемся дальше. Итак, первый световой день наших увлекательных приключений на новом водоеме подходит к своему завершению. День достаточно прошел у нас продуктивно. Несмотря на непредсказуемую осеннюю погоду, которая с ночи, наверное, менялась уже пару раз, ливень, солнце, ветер, в общем, все осенние прелести мы сегодня увидели. Как итог, у нас 7 поклевок. Рыба пока у нас не крупная. Хотелось бы немножко укрупниться, будем пробовать. В основном работает точка, которая находится ближе к дамбе и назовем, так скажем, мелководным участком, который составляет, как мы говорили ранее, 3,3 метра. С нее получили мы 6 поклевок и одна поклевка у нас с другой локации, именно с глубины. Мы уже закормили в ночь обильно наши точки. Осталось нам буквально, наверное, еще час времени, и наши удилища также будут перезакинуты в ночь уже с новыми насадками. У нас осталось ночь, утро, и, наверное, если будет позволять погода, мы еще захватим часть светового дня. Мне хочется все-таки половить побольше на этом водоеме, посмотреть именно, какая рыба есть. Потому что то, что есть у нас сейчас в улове, она достаточно вся стандартна, такого размера от 3,5 до 4 килограмм. Так что мы с позитивным настроем уходим в ночь. Вечерняя у нас поклевочка, друзья. Сейчас вываживаем очередную рыбу. Сейчас наблюдали на водоеме просто какое-то явление необычное. Рыба просто вышла на поверхность минут, наверное, на 2-3. Просто здесь был фейерверк из всплесков. Какая плотная рыба. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ров камыш. Ребята, у нас очередная поклевочка ночная. Да, мы, кстати, уже минуту сейчас за... Эх ты, минуту... Ой-ой-ой-ой. Ого. Что там, крэнк? Минут за 30. Эх ты, эх ты. Ты что там? Друзья, походу рыбушки там мощные, наверное, да? Не знаю пока. Так, я отправляюсь в пучину, братцы. Да, мы, кстати, наверное, за последние 40 минут получили пару поклевок. Да, да. С разных точек. И это хорошо. Что очень хорошо. Ну что, друзья, вот такого мы крэнка завалили. Рыбка чуть побольше, чем все остальные. Мы думаем, что это, наверное, самая крупная рыба, которую мы поймали на этой сессии. Пока что. Сейчас ее придержим в сумочке, чтобы вам ее утром показать и сфотографировать. Какие поклевки. Пошли, добро. Да, что-то про войсков нет. Ну что, банда? Банда, колобанда, блин. Нас все атакуют всю ночь. Мы уже не спим. Был дуплет до этого. Решили его не снимать. Да, смысла никакого особо нет. Все то же самое. Ветра нет. Потихонечку выкачиваем. Нет, но мы держимся. Кто плывет? А, говорит, бабушка что-нибудь? Что там? Что-то не поймут. Он вон туда. Ну что, друзья. Вот такого небольшого вилцераптора поймали очередного. Злый кошмар. Поплыл красавец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, у нас утренняя поклевка. Ночь была просто сумасшедшая какая-то. Господи, остановить эту рыбу ради бога уже. Что-то мелкое, добро? Да да, что-то там крутится. Там у нас есть несколько рыб покрупнее в сумках. Даня, ты попил чаю? Вкусный чай, Максим, хороший. Это уж рыб крупный, мне кажется. Надо за кейс закрыть. Давай, води. Ты взял пастаку, наверное. Да? Я думаю, да. Ну что, братульки. Крепыш этой сессии, походу, залетел к нам наконец-то. Это 31 рыба, по-моему. Да. 31 рыба. Работаем дальше, но это невыносимо, если честно. Сейчас у нас был дуплет. Вот, взяли. Сейчас мы его запакуем. И потом, соответственно, покажем вам вот такие пироги. 35 рыбка, друзья, на уважении. Пока Даник покинул наш сектор по своим делам. Поклевка на его удилище. И не под мою руку. Тебя зовут. Тебя зовут. Тебя зовут. Ну что, загоните пёс крэм? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Максим работает У нас прошла наша последняя ночь нашего выезда Предрассветные часы и раннее утро тоже уже прошли Ночь была просто сумасшедшей Мы поймали, по-моему, 20 с лишним рыб Это был ночной, осенний, крутой марафон Рыбы набитые, плюшки не битые, не колотые Очень красивые, мощные Поклёвки просто были, загляденья, сумасшедшие паровозы Вот, сейчас будем потихоньку уже готовиться к сборам домой Будем сушить вещи Влажность очень большая В палатке просто невероятно сыра А так просто суперская выдалась рыбалка И эта поездка Водоём на самом деле Стоит особого внимания Очень классно, чисто, опрятно Всё очень понравилось Вода практически кристальная, друзья В общем, суперкрутой выезд получился у нас Ну что, друзья Наш осенний выезд подходит к концу Это был настоящий осенний марафон Огромное количество поклёвок, рыбы Как итог Это 40 рыб Средний вес примерно около 4 килограмм Вся рыба от 3 до 6 То есть самые крупные были особи 5-6 килограмм в этом районе А так, в принципе, очень всё здорово Круто Рыба на корм отзывается Можно сказать, что встаёт на корм Потому что получали и дуплеты с точки И как с первой, про которую мы говорили Дамбовая точка Так и точка, которая находится у нас В русле на глубине Все удилища у нас отработали Наверное, поровну Выделить что-то более, так скажем Активное по ловле Наверное, не сможем То есть рыбалка удалась Всё, что было задумано Сделано Если честно сказать, немножко не ожидали Такого количества поклёвок и активности Как бы планировалось То, что мы поймаем, ну, рыб 5-7 И это было бы очень круто А тут целых 40 рыб Я надеюсь, что для нашей команды Фанфишинг Тим Сезон ещё не закрыт Как вы видите, стоит прекрасная погода Светит солнышко Несмотря на то, что был Проливной дождь с грозами Думаем и надеемся Несмотря на обстановку То, что нам всё-таки Ещё удастся Съездить на пару выездов И поймать всё-таки Осеннего трофея Всем спасибо Смотрите нас Субтитры подогнали Симон